Здравствуйте, спасибо большое организаторам конференции за полученное приглашение принять участие. Я хочу выразить, я думаю, общее мнение, прежде всего восхищение настойчивостью, энергией организаторов, потому что проводить конференцию, организовывать это очень непросто, требует прежде всего силы воли. И также хотелось бы поблагодарить уважаемых коллег, которые сегодня организовывают такое замечательное техническое сопровождение нашей конференции. Что касается названия выступления, то в этой уважаемой аудитории нет необходимости говорить о том, что проксиология — это междисциплинарное направление исследований, которое интересуется вопросами о том, как нашу работу и деятельность сделать эффективной, правильной в этом смысле. Прежде всего, предлагаю рассматривать это выступление как приглашение к совместной работе. И для тех, кому будет интересно, здесь время от времени будет появляться QR-код. Если вдруг кто-то заинтересуется, то, пожалуйста, как говорится, feel free, пишите на этот электронный адрес. А о самом проекте, о самой идее я сейчас постараюсь рассказать. Дамы и господа, постараюсь сказать несколько слов о мировоззренческой и методологической части музейной деятельности прежде всего. И вместо того, чтобы думать о музейной деятельности как о том, что сосредоточено вокруг единиц хранения, которые исходят из стабильной единицы физического музея, я бы предложил все-таки направить наше мышление в сторону понимания музея как некой сквозной культурной деятельности, какой-то джедайской силы, если можно позволить себе провести такое сравнение, которое пронизывает все вне зависимости от того, верим мы в нее или нет. Конечно же, музей не отражает никакой объективной истории, и, к счастью или к несожалению, но такой объективной истории просто не существует, поскольку не существует никакого абсолютного субъекта, который мог бы оценить и учесть абсолютно все события, происходящие в мире, даже случайно. А, соответственно, без какого-то события наше представление, наша картина будет неполной, соответственно, уже не объективной по этому. Подобной объективной картиной, по сути дела, мог бы обладать, очевидно, только Господь Бог, но поскольку в штатном расписании музея такая должность отсутствует, то нам приходится как-то справляться со своими скромными человеческими силами. Не только подбор экспозиции, но и выбор тем, персонали для концептуализации в виде музейной практики определяются принятыми концептуальными схемами. Причем концептуальными схемами, доминирующими как мейнстримными, так и альтернативными. Попытаюсь это объяснить на очень простом примере. В советское время в каждом уважающем себя городе должен был быть обязательно музей, который касался достижения Великой Октябрьской социалистической революции и преимуществ советского образа жизни. После окончания существования Советского Союза стали появляться совсем другие музеи в пику этой некогда мейнстримной идеи, такие как, например, музей советской оккупации в Тбилиси, в Риге, в Вильнюсе, в Киеве или, скажем, музей истории ГУЛАГа, например, в Москве. Появление музея советской оккупации вызвано не только радикальным пересмотром, переориентации идеологической, но прежде всего тем, что существовали как раз эти мейнстримные музеи, которые пытались доказывать преимущество советского образа жизни, а затем появились другие, которые старались делать прямо противоположные вещи. Для целей данного выступления я, конечно, опущу здесь вопрос об монистическом и клюралистическом нестолковании истории. Теория, которую нас учили, думаю, абсолютное большинство присутствующих здесь в школе, в институтах и так далее по поводу материалистического понимания истории, это теория, которая, в общем, работает в какой-то очень узкой сфере, которая пытается объяснить экономические отношения, да даже это, в общем, работает достаточно плохо. Поэтому в том, что я предлагаю делать, я, в свою очередь, опирался на методологию двух замечательных философов, социологов и методологов XX века. Это Лешик Колоковский, который у нас практически неизвестен, и чуть более известен Карл Коппер. Я уже говорил о том, что нет объективной истории, но уточню сейчас этот тезис, нет ее в, собственно говоря, монистическом смысле слова. То есть нет возможности объяснить всю историю, взяв за основу только один какой-то принцип. Или, допустим, движение только какой-то одной группы или категории населения. Потому что все остальное будет приводить к простым вещам, которые сегодня называются дискриминация в лучшем случае. А фактически культурная аннигиляция, уничтожение всех тех групп, тех людей, тех взглядов, тех идей, которые мы будем считать несущественными, неважными или, например, просто неправильными. Тем не менее, мы не можем опираться и на понятие, допустим, исторического события, потому что историческое событие тоже представляет собой такой конструкт, интеллектуальный конструкт, который зачастую также является и конструктом чисто идеологическим. Казалось бы, эта простая истина должна быть понятна всем, кто пережил крушение, по крайней мере, одной идеологической системы и замену ее на государственном уровне другой. Но в действительности то, какой урок извлечет каждый конкретный человек из этой ситуации, зависит в очень многом от самого человека, от его бэкграунда, от его исторической, социальной и прочей ситуации. Для меня, как для подростка перестройки, это было скорее свидетельством того, что у разных людей, у разных групп будет свое видение, своя версия исторического прошлого, исторического настоящего и будущего. И что все мы, объединенные в ту или иную общность, можем иметь разные цели и разные ценности. Причем эта общность может быть на уровне конкретной стороны, так и на уровне всего земного шара. Но если мы хотим жить в мире, если мы вообще хотим жить, как-то выживать дальше, то мы должны осознать и научиться создавать некое общее пространство, точнее, пространство для общих действий. И чем более зрелым является общество, чем менее это общее пространство связано с политическими программами, с идеологическими платформами, тем лучше. Это скорее некая общность жизни, то, что философы любят называть Lebenswelt, то есть жизненный мир, та общность непосредственных данных, с которыми имеет дело каждый конкретный человек, и который нельзя сбрасывать со счетов. И, наверное, в этом смысл того, что мы сегодня слышали в первом выступлении, когда речь шла об ориентации музея на посетителя. Но здесь тоже, согласитесь, есть определенные проблемы, потому что очень легко в этой ориентации на посетителя, посетители-центричность или студентоцентричность, как в образовании, удариться в танцы с бубнами и предлагать посетителям то, чего они жаждут. А, к сожалению, посетители зачастую будут жаждать совсем не великих открытий в области глубокой культуры, а будут жаждать откровений в стиле «А вот эти занавесочки здесь, в доме у Лысоцкого, повесила Марина Влади». Обратите, пожалуйста, внимание. Потребитель будет определять только массовую культуру. Музей не может жить единицами хранения, он не может жить только экспозициями, он живет прежде всего идеями, концепциями, которые мы развиваем, которые мы внедряем, поддерживаем, пропагандируем и даже порицаем. Например, Третьяковка «Дар бесценный» возникает из личного собрания Павла Михайловича, из его собственного ощущения важности сохранения и приумножения произведений русской живописи. А отсутствие такого чувства, не в меньшей мере, чем отсутствие реальных возможностей к его осуществлению, приводит к тому, что важное свидетельство времени и достижение человеческого духа оказывается на помойке. В качестве иллюстрации здесь я предлагаю обратиться к идее семейного музея в двух примерах. Отношение прежде всего к семейному архиву и к семейной библиотеке. И в том, и в другом случае мы имеем дело с общими, в общем-то, вопросами, проблемами и трудностями, с которыми сталкиваются также хранители официальных музеев. Это события форс-мажорного характера, например, пожары, переезды, революции, оккупации, хищения, пропажи, утраты, идеологического характера. Снова революции, ревизия фондов, практика списания единиц хранения, когда мы произвольно подменяем категорию по ветхости и категорию устаревших. Если кто-то помнит и работал в библиотеке, произведения Леонида Ильича, когда Леонид Ильич почил в Бозе, нужно было списывать, но нельзя было их списывать как устаревшие, можно было их списать по ветхости, несмотря на то, что семитомник ленинским курсом никто никогда, естественно, в руки не брал. Точно так же здесь возникают и технические организационные проблемы. Это официальное хранилище, в котором, тем не менее, наши единицы хранения страдают от сырости, от плесени. Точно так же, как семейные фото в картонных коробках, на балконе или в подвале. Недостаток места и, например, сложности с номенклатурой, потому что номенклатура меняется, а когда она меняется, у нас возникают проблемы невидимости каких-то вещей, потому что они не попадают, они пропали из предыдущей номенклатуры и не попали в следующую номенклатуру. А номенклатуру составляет, опять-таки, кто? И на каких основаниях? «Cherty begins at home», как говорит английская поговорка, и подобным же образом музей начинается дома. Его главная эмоциональная в этом смысле, субъектная и в то же время, простите за такой термин, трансцендентальная функция заключается как раз в переживании ценности текущего момента, которая переходит в прошлое, которое мы переносим в будущее. Для того, чтобы у меня на полке в семейной библиотеке оказалась, например, вот эта книга, для этого не только кто-то когда-то должен был считать, что Григорович – это ничуть не менее замечательный писатель, чем Лев Николаевич. Но также должны были быть поколения людей, которые будут сохранять эту книгу, чтобы не получилось так, как у Булгакова на «Капитанскую дочку» сожгли в печи. Должны были быть смелые люди, которые должны были хранить эту книгу, несмотря на то, что хранить дореволюционную книгу в определенные периоды отечественной истории было просто опасно для жизни. «Charles Begins at Home» и поэтому стимул к музейному мышлению и деятельности, основой которой является историческая память, должна осуществляться дома, например, в виде хранения документов, предметов, которые были дороги для предыдущих поколений, для тех людей, с которыми были связаны. Это касается и нашей библиотеки. У нас сегодня представлены потрясающие музеи, и здесь уже звучали и прозвучат потрясающие имена. Мы все очень любим и Смедовича Мересаева, мы все очень любим и Куклина, и Толстого, и Достоевского, и Пушкина. Но как так получилось, что нам стали не нужны столь многие писатели? Каким образом это получилось? Кого-то из них наверняка мы помним, просто хотя бы имена. Ну хорошо, Бенедиктов, которого растоптал Белинский, Веневитинов, имя, по крайней мере, мы помним, Альбов, Амфитеатров, Овсеенко, Бабарыкин, Шеллер-Михайлов, тот же самый Григорович. Хорошо, а Озеров, Керасков, Дмитриев? Как так получилось, что они стали нам неинтересны? И ответ на этот вопрос очень простой. Мы не можем подстраиваться, в частности, музеи не могут подстраиваться под школьную программу. Чудесно, если мы обогащаем эту школьную программу. Но музей не может выстраиваться как иллюстрация к школьной программе по истории или литературе. Исказая из этих представлений, я предлагаю в этой анонсированной монографии как раз и обратиться к таким вопросам современной музейной проксиологии, как, например, роль исторического мышления для поддержания семейной исторической памяти. Как очень актуальный вопрос о деколонизации музейной деятельности на институциональном, на концептуальном, экспозиционном, интерпретативном уровнях. Гендерная рекогностировка для более справедливого представления гендерного устройства общества. Заметьте, уважаемые коллеги, здесь абсолютное большинство женщин. То, что женщина-берегиня, хранительница очага и культуры, замечательно. Где мужчины, которые занимаются музеями? Также это вопросы феноменологических и психологических исследований, опытов физического виртуального музея, в который мы все оценили в эпоху пандемии. Когда не было другой возможности, мы поняли, что это можно сделать. Но при всем при этом, при всей виртуализации и цифровизации, дамы и господа, когда вы берете в руку вот эту книгу, не штамповку, у этой книги есть своя душа. Вы эту душу чувствуете. И надо, чтобы наши дети чувствовали эту душу. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ